Ну что, еще ждем минуту или начинаем? Начинаем? Так, ну спасибо всем, кто пришел. Я смотрю, не многие, все-таки кто-то заправляется в кофе, продолжаю. Я буду говорить о веселом, я буду говорить об играх. То есть, для начала скажите мне, кто работает в играх. Есть такие? Wargaming, да? Есть кто играет в игры? Ну, смелее, я обидеть не буду за это. Можете признаваться. А кто хотел бы работать в играх? А еще? Немного, немного. Ну ладно, доклад будет в принципе полезен кому-то. Для начала я представлюсь. Меня зовут Рина, я работаю в компании Королевство. Такая ваша судьба. Занимаю пост ведущего тестировщика и директора по отделу мониторинга. Так сказать, совмещаю. Веду вот такой вот, как вы видите, довольно-таки активный образ жизни тестировщика. На Agile DS я впервые. Поэтому, если что, тамками не бейте. Доклад переделывали шесть раз. Начиная от времени, заканчивая тематикой. Поэтому сейчас будем экспериментировать и пытаться все уложиться и все рассказать. Поэтому, собственно, аннотацию поправить не успели. Потому что о 35 минутах я узнала только позавчера. И я вам расскажу о том, что мы будем, собственно, говорить. Я постараюсь быстренько вести в курс дела, как создаются игры. Расскажу про их особенности. Расскажу о том, как мы тестируем баланс в самую сложную часть игры. Познакомлю вас всех с лепреконом. И подведем итоги. Собственно, как создаются игры. Игры создаются из трех компонентов. Это движок, это код и это графика. Дальше у вас получается магическая субстанция, которая является игрой, в которую играют пользователи, которую вам отдают на тестирование. Но чуть-чуть деталей. Движок в играх чаще всего приобретается. Они создаются сами, поэтому он тестируется только автоматически. И то не всегда. Код тестируется юнит-тестами. Тестируют его разработчики. Перед тем, как написать код, хорошие разработчики сначала пишут юнит-тесты. Графика, соответственно, рисуется и дошивается на код. И в результате вот это вот все начинает тестироваться. Это тестирование называется альфа-тестирование. Кто знает, что такое бета-тестирование? Так мало? Ладно. Значит, бета-тестирование – это вторая стадия продукта, которая уже доступна пользователям, но не полностью. Бета-тестирование делится на два типа. Есть закрытая бета и открытая бета. Ну, кто играет в игры, слышали, наверное, да? Не очень активно. Так. Даже участвую. Закрытое бета-тестирование. Это тестирование доступно ограниченному количеству пользователей. То есть вы создаете сайт, на который, ну, условно регистрацию, через которую могут зайти пользователи и отправить вам запрос типа «А, я хочу участвовать в вашей игре, я хочу принять участие». Когда стартует закрытое бета-тестирование, определенное ограниченное количество пользователей запускается в игру. И эти тестировщики, эти пользователи, которые становятся тестировщиками под своей волей, так сказать, они обязаны, да, наверное, все-таки обязаны давать вам фидбэк по игре. То есть они отправляют там баги, сообщают, что что-то у них не работает, ну, и что им что-то не нравится, жалуются на несправедливость мира и всего остального. Открытая бета, в принципе, ничем не отличается, кроме того, что этих пользователей больше в разы. Открытая бета доступна всем желающим, они идут туда все толпой и как хотят. Закрытая и открытая бета по тестированию в играх делится еще на два подтипа, как я их для себя разделяю. Это бесконтрольное, скажем так, тестирование и подконтрольное. Бесконтрольное — это вот вы запустили игроков, они что хотят, то и делают, как хотят, тега проходят игру, что хотят, то и тестируют, хотят, бьют мобу, хотят, проверяют там, друг друга убивают, хотят, делают задания. И подконтрольное — это все-таки человек-тестировщик, который работает на этом проекте, берет эту всю массу и пытается ее организовать. То есть он им дает какие-то там тест-кейсы, чек-листы, да, допустим, сегодня мы берем и идем, тестируем экипировку, завтра мы берем и идем, тестируем вот эти квесты. И они, соответственно, вам после этого дают фидбэк. После того, как игра достигла какого-то определенного качества, которое вас более-менее устраивает и заказчиков, или инвесторов, вы распускаете игру в рейс. Собственно, на этом игра не заканчивается. Хорошая игра после релиза еще запускает обновления, идут всякие эвенты, но об этом я расскажу чуть попозже. Собственно, вся игра еще тестируется на безопасность, на нагрузку, на функциональное тестирование, на юзабилити-тестирование. Ну, практически все виды тестирования, которые только существуют, там используются. Собственно, еще немножко об играх. Игры делятся на жанры и платформы. Кто какие жанры и платформы знает, я спрашивать не буду, потому что есть подсказка. Кто играет в многопользовательские онлайн-игры? Да ладно, ребят, ну признавайтесь, уже все играли хоть раз. Собственно, жанры игр это головоломки, это аркады, это симуляторы, это что угодно. Самое популярное это многопользовательские онлайн-игры. Платформы это клиенты, это социальные сети, это мобилки, это браузеры и прочее. В чем тут специфика? Специфика платформы в том, что вам нужно проверить, чтобы на этой платформе ваша игра, ваш продукт запускался. Это кросс-платформное и кросс-браузерное тестирование. Оно довольно-таки обширная тематика, и сегодня я про нее расскажу всего буквально два слова, потому что 35 минут точно не хватит. Если кому интересно, я потом дам ссылку на статью свою в журнале, я там расписываю более подробно на примерах, можете посмотреть, кому интересно будет. Собственно, кратко, допустим, если вы выпускаете игру для мобильных устройств, то, допустим, это андроид, да, то ваша игра должна запускаться на андроиде любой версии, будь то вторая версия, будь то четвертая, будь то последняя вышедшая. Если это браузеры, то здесь помимо самой платформы, мобильного, да, телефона и планшета, должны еще учитываться операционные системы. Это Linux, это Microsoft, это все что угодно, и это любые браузеры. То есть здесь уже идет чуть сложнее, как вы понимаете, пул тестов будет гораздо больше. Ну, если это консольная, то, соответственно, ваша игра должна запускаться на любом компьютере, который соответствует набору минимальных требований, которые указываются обычно в играх, если вы там устанавливаете. Я буду говорить сегодня о многопользовательских онлайн-играх в частности, потому что это самый сложный, самый большой пул, так сказать, тестов, на мой взгляд, который только существует. Многопользовательские онлайн-игры, скажу честно, это те игры, которые могут позволить себе при релизе иметь наибольшее количество багов, чем любая другая игра. Ни одна себе игра не может такого позволить. Виной всему это социум. То есть игрока затягивает в это болото, он там находит себе сакланов, друзей, он там втягивается в какую-то там незримую, достижимую идею, там прокачать персонажа, получить какой-то мега комплект экипировки и прочее. И поэтому, если он натыкается даже на какой-то баг, который, естественно, не прямо уж там супер критичный, то он, в принципе, его стерпит и останется в вашей игре. Поэтому многопользовательские игры так популярны и так масштабны. Собственно, баланс. Баланс — это самая интересная и самая сложная часть игр. Тестировать баланс можно, в принципе, автоматически, но почему я этого не приемлю? Ни один робот не заменит человека, все просто. То есть вы можете создать ботов, которые будут там убивать друг друга по определенной заданной вам механике, но эта механика будет неправильной. Я потом расскажу, почему. Что входит в тестирование баланса? Практически вся игра. То есть вам нужно тестировать экипировку, вам нужно тестировать уровни, вам нужно тестировать расы, классы, расходку, питомцев, которые добавляют характеристики или, наоборот, еще вместе с персонажем атакуют других игроков. Это умения сами персонажи, то есть скиллы, которые называются. Это, ну, в общем, очень много всего. И, в принципе, в каждой игре по-разному, но в основном как бы был вот такой вот. Собственно, представляете, да, какой объем тестов приходит к вам? Но давайте по порядку. Как это все делается? Изначально геймдизайнеры и программисты создают волшебную формулу. Ее могут заимствовать где-то, могут придумывать сами, могут на базе чего-то позаимствовать, придумать свое, но как бы там ни было, это волшебная формула, под которую подгоняется все в игре. То есть это монетизация, это уровни, это учитывается, там, если персонаж, допустим, на, скажем так, он реальщик, и он за реальные деньги может купить какой-то предмет, который обычным игрокам еще не доступен. На уровень раньше, да, условно. То есть это тоже нужно учитывать, потому что этот персонаж может получить слишком большое преимущество. Но все-таки. Далее этот волшебный и адский документ одновременно приходит в отдел тестирования, ну, то есть ко мне. Что я с ним делаю? Для начала я этот документ сама проверяю. Как вы знаете, в Excel-ке достаточно поставить вместо точки запятую или наоборот, ну, и как бы расчеты уже будут неверные. Особенно если их много. Кеймбизайнеры тоже люди, они тоже ошибаются, и лучше это все-таки перепроверить. Можно еще проверить в конфигах, что забито. Далее мы делим документ на части. То есть это сроки и критичность. Сроки в играх тоже особенные. Почему? Сроки в играх это, во-первых, приуроченные к праздникам. У вас запускаются какие-то контенты, которые соответствуют праздникам. Это там Новый год, 8 марта, День Валентина, День Патрика и прочее, что вам только угодно. Плюс это ивенты, которые созданы только в вашей игре. У нас, допустим, это День дракона, там День пирата и так далее. Плюс это цикличные события. Например, у вас каждый месяц приезжает ярмарка на какое-то количество дней. Плюс это просто обновление. Допустим, вы там выпускаете еще одну репутацию, или добавляете еще какой-то предмет, или у вас там акция стартует, вы подгоняете монетизацию и доход проекта. И, ну, в общем, много что еще. Поэтому вы, между этими всеми сроками и планами, вам, допустим, нужно впихнуть баланс. Баланс обычно обширный дается. Там, например, 18 типов экипировки, 6 рас персонажей, 4 класса, например, или больше на каждую расу. И вы, собственно, думаете, как это все впихнуть. В принципе, если сроки у вас позволяют это все впихнуть, то ничего критичного нет. Ну, берете себе и тестируете, перебирая все это по очереди. Если критичность все-таки есть, то лучше это все-таки разбить на блоки. Во-первых, вам нужно учитывать то, что все эти расы могут не уходить сразу в игру. То есть это может быть не сразу апдейт. Вы можете запустить, допустим, две расы и по одному классу на каждую расу. Вы можете запустить не всю экипировку, а, например, только там часть до какого-то уровня. Вы можете даже себе рассчитать, что, а, вот, допустим, два предмета на каждой экипировке доступны на третьем уровне, а до пятого уровня они будут качаться еще три месяца, и я могу пока это отложить и не тестировать. Но при этом все, почему, как я уже говорила, я против роботов. Бета-тесты, как вы знаете, привлекаются пользователя. Как я уже спрашивала, некоторые даже тут участвовали. Вот пользователи — это лучший контент, который у вас может быть и который имеется. То есть вы берете пользователей и загоняете в свою игру. Опять же, можно бесконтрольно, но лучше подконтрольно все-таки. Потому что пользователи разные бывают. Особенно круто, если вы на свою сторону зла привлекаете хакеров каких-то. То есть они очень любят все ломать и будут пытаться ломать всю вашу экипировку, чтобы доломать ее и сделать персонажа там супер-пупер всех убивающих. Вот. Дальше вы берете, допустим, персонажей. Ну, например, вы взяли 12 пользователей, да, по 6 человек на расу. Соответственно, по одному типу класса. И начинаете их перебирать. То есть они берут, например, минимальный доступный предмет экипировки и, допустим, убивают друг друга. После этого они меняют классы и убивают другие классы. Мы это все проверяем по параметрам, за сколько времени убит персонаж. То есть у нас эта формула предусматривает. И с каким перевесом. Ну, то есть, допустим, мак должен убить там целителя за 12 секунд минимум, максимум за 30. По-другому быть не может. Поэтому это нужно проверить. Пользователи такие хитрые. Они, кто-то, допустим, играет мага, который издалека атакует, да. Он берет этим магом, играет вблизи. В результате получается такой баг, например, что ближних не может его выделить и в него попасть, например. Поэтому маг его убивает там с нескольких ударов. Другие маги, наоборот, прячутся там за более сильными персонажами и атакуют издалека, там прячутся за спинами. Кто-то из пользователей использует расходку, которая сразу обновилась. Кто-то использует там, тормозит условно, да, через время какое-то. Кто-то замораживает противника, кто-то нет. Кто-то использует все умения свои по очереди, которые ему доступны. Кто-то там устраивает какие-то комбинации. Кто-то бегает, кто-то стоит на месте. Все это мы учитываем при тесте баланса. Мы проверяем логи персонажей, то есть логи боя, которые происходят. И делаем аналитику по этим статистикам. Собственно, перебор параметров со временем усложняется. Мы добавляем им расходку, мы усложняем экипировку, мы добавляем питомцев, мы добавляем все, что только нам нужно протестировать. И смотрим, что происходит с персонажами. При таком порядке тестов, если что-то есть критичное, оно выясняется практически мгновенно. Более-менее средние критические там баги, которые могут быть, они могут выйти где-то там через какое-то время, но в принципе тоже их находят. Мелкие баги в основном уходят, допустим, там некорректное отписание. Например, экипировка добавляет не 12 атаки, а 11 и 9, да, забито, да, и оно не округляется, или округляется до 11 вместо 12. То есть все это тоже нужно проверять. В итоге после такого вот тестирования баланса у нас, в принципе, все счастливы. Но вопрос в другом. Я рассказывала долго и нудно, видимо. Давайте я сейчас познакомлю с лепреконом. В понедельник начался день Патрика, день пива, кто-то у нас любитель. И вот к нам в гости пришел вот такой вот лепрекончик. Это зараза, по-другому я его не назову. Сутками пьет пиво, для чего таскает из совы бочку. Играет на волынке, когда совсем напьет сову смерть. Ну, может танцевать. Собственно, данные. Лепрекона можно купить за 5 рубинов в магазине. Он ест сладости. Ну, закусывать пиво чем-то надо все-таки, да. Сладости он ест каждые 30 минут, если вы его вызвали. Обитает он в сумке вашего персонажа. И в сумке этой он не ест сладости. Ну, он там упился и спит себе спокойно. Лепрекона можно продать торговцу за 30 золотых. Но нельзя передать другому персонажу. Давайте будем делить функционал и посмотрим, что здесь нужно тестировать. Давайте смелее. Попробовать убежать от питомца. Ну да, предписано. Так, где-то тут был волшебный скилл, который можно подписать. Давайте я начну подсказывать. Функционал можно разделить на монетизацию. Функционал также можно разделить на действия питомца, да. Ну, напишем действия. Так, и функционал можно разделить на графику. Мама, дорогая. Да, неудобно писать. Там фоншет есть право. А, да, кстати. Стоит настоящий. Так. Собственно. Деньги, действия и графика. А сколько стоят рубины? Я потом вам расскажу. Нет, ну это первый какой-то тест. Адекватно ли это? То есть нельзя ли так взять пять рубинов, купить этого лепрекона, продать за 30, и купить на эти 30, предположим, 15 рубинов. Ага. Ну это вы уже тестируете саму монетизацию. То есть сколько рубинов? Ну так вот она, первая монетизация. А, ну это и спрашивают. Ну хорошо, да, давайте. Корректность рубинов. Сладости тоже денег стоят. Сладости, да. Но сладости, условно, уже есть у персонажа. Давайте конкретно вот репрекон. Что нам нужно проверить его в первую очередь? А пиво он откуда берет? Пиво у него бочка на плечах. А когда кончается, анимация? Да, это анимация просто. Удавить сумку до упора. Не, у него не кончается. Проверка, если есть сумка. Отлично. Так, это уже действие. Удавить сумку до упора. Я на моей кем-то могу убежаться. Убежать правильно, да. Но для начала, чтобы от него убежать, его нужно что сделать? Вызвожить. Вызвать, вот правильно. То есть вызов глипликона. Вызов, соответственно, напрашивается синоним. Ну, обратно. Обратно, отзыв, соответственно. Да, верно. Не, ну если он в сумке, тогда получается вытащить за сумку. Нет, вы его вызвали. Чтобы его запихнуть в сумку, его же нужно отозвать, правильно? А убить его можно? Вот, нужно проверить убийство. Его нельзя убить. Попытаться нужно. Будем ломать шаблоны. Ну, опять же, продать, убить у игрока. Да, верно. Давайте посмотрим, если мы вызываем персонажа, он у нас должен съесть сладости, правильно? А мы ему не даем. Он при вызове съедает сладости. То есть нам нужно проверить, что он их ест. И ест он их 15 штук. При вызове? Да, если. При вызове. А потом каждые полчаса, если вы его не отозвали. То есть тут у нас напрашивается граничное значение. Мы берем и тестируем, а вызовется ли он, если у нас нет 15, у нас есть, допустим, 13. И что будет, если у нас больше, допустим, 20? Съест он все или съест свои 15? Это тоже важно. Также мы это тестируем, съест ли он через 30 минут, или съест он через 27, например, или через 40. Это тоже интересно. Ну, плюс бы я задал вопрос аналитикам, или кто там требования составляет. То, что он съедает при вызове, 15 штук, этого не написано. То есть надо бы как это... А если сладости вообще нет? Да, не написано. Но в играх требования пишутся именно вот так вот. Остальное нужно додумываться логически. Давайте посмотрим. При отзыве он у нас не ест сладости. Он от смерти, от голода? Да, кстати, вот нету сладости. Вот, логично. Сладостей нет. Если нет сладости. Если нет сладости, персонаж должен обидеться на вас и уйти в сумку спать. Вот это нужно проверить. Но сначала самое главное, что вы не начали проверять, это вы не начали проверять вызов питомца, ой, покупку питомца и продажу. Это самое главное, это монетизация, это ваши деньги. Собственно, вы должны проверить, вы должны проверить, что он покупается за 5 рубинов и не меньше, и не больше. То есть снимается тоже 5 рубинов. То есть не меньше 5 и не больше 5. Можно купить двух, да, это тоже можно проверить. Вот, кстати, да, интересный персонал. Они же музыку будут вдвоем играть. А вдруг они рады и будут играть одновременно? Да, тоже можно проверить. Совершенно верно. Это уже действие. Если два питомца, звук, да, тоже интересно проверить. Кстати, 10 человек в команде, каждый вызовет такого лепрекона. Что получится? Да, тоже интересно. Отлично. И может ли отдельный прекон убить другого? Не, ну питомца не отдакует, так что там, но хотя тоже можно проверить, да. Чужой пиво. Может, у него волк как-нибудь можно праздник. Что? Как между собой сладкость и их вы достаточно стоят? В смысле, еще раз. Как между собой что? Они купили двоих а сладостей. Значит, должен съедать каждый. Это тоже нужно проверить. Нет, а если недостаточно. Если купили двоих, но недостаточно для вызова, должен вызваться один, а второй не вызываться. А двоих можно вызвать? Нет, тоже не должно. Ну, кстати, опять же, нету в требованиях. Почему? Ну, требованиях нет. Ну, я бы... Ну, вы, как видите, глёбая идея вообще. Давайте пойдете ко мне в тестировщики. Да нет, спасибо. Я программистер. Я думаю, что сейчас... Нет, ну, просто это обычная практика хода-ревью. Ну, это ходы, как они называются, но ревьючить, там можно любые документы, в том числе, я вот это вот требование. Можно. Здесь явно к процессу я бы добавил то, что те, кто будет тестировать, по крайней мере, а то и программисты должны прочитать это и задать свои вопросы. Программисты это не делают, это делают гейн-дизайнеры. Ну, без разницы. В общем, люди, которые будут пользоваться этими... Ну, это немножко другая тема, чем сейчас мы разбираем, но... Ну, понятно, что тоже имя в отношении очень большое. Потому что у вас два тестировщика, вот вы поняли вот так, вот, например, то, что можно, нельзя вызвать приконов. А тестировщик ваш, подчиненный, понял так, что я могу любое количество. И он заводит баг, а оказывается, что он нет... Ну, это лишнее... Лишнее, что он уже понял так же, а на самом деле другому должно быть. Да, да, да. Это есть, конечно, это все есть, и поэтому все требования уточняются у геймдизайнеров и разработчиков во время тестов. То есть тестирование в играх происходит примерно так. То, что есть по требованиям, тестируется, а потом вы включаете свой мозг, свое воображение, свою логику, пытаетесь это протестировать, пытаетесь это понять, и если что-то вам кажется странным или непонятным, вы задаете вопрос, соответственно. Нет, подождите, а как программисты это программируют? Я просто программист, я прекрасно себе представляю, что вот если у меня какие-то рекварит требования не полные, или противоречивые, ну да, мне так или иначе придется спросить, а как это? Так они их и придумывают. Кто? Программисты? Геймдизайнеры. Геймдизайнеры, геймдизайнеры, а программисту-то надо точно в этом... Так геймдизайнеры и забивают это все, программисты тут не участвуют. Геймдизайнеры. Да. То есть геймдизайнеры придумали, геймдизайнеры забили, геймдизайнеры написали, а вы тестируете. Тут программист не участвует в данном случае. Они вообще есть. Конечно. Как это, зачем? Они пишут основы, они пишут модели, они пишут формулы, они это все учитывают. Так, проверить еще нужно то, что мы можем продать питомца. Нужно проверить то, что он продается за 30 золотых. И только торговцу. Да, и только торговцу. И нельзя продать игрокам. А передать можно? Нельзя. То есть, условно, на каждом предмете у вас в играх, скажем так, есть какой-то символ, который запрещает передачу другим игрокам. То есть там пишется в комплекс, сбывается параметр, который вот просто блочит, и вы не можете его передать никак. Он у вас не тащится мышкой или еще что-то. А кто им другой подберет? Что-что? При сумке на полу можно выкинуть, а кто им другой подберет? Выкинуть можно, подобрать, нет, нельзя. Но у нас в игре вообще нельзя подобрать предметы. То есть, если ты их выкинул, то они пропадают навеки. То есть, нет такого, что выкинул за одной сумки и можно подобрать, как в других играх, например. Но, в принципе, если брать неконкретно нашу игру, то да, это нужно проверить. Согласно. А в случае смерти, что она, что он должен делать? Вот, тоже. Слушай, а вы классно генерите идеи? Лирика типа, а как часто он на волынке играет и как часто он напевает? Это все анимация. Это просто анимация и вот это нужно проверять в графике. То есть, здесь вы будете проверять корректность того, что анимация не зациклена, и нету стоп-кадра условно. То есть, идет цикл анимации, потом копперс наш остановился и ничего не делает. Это нужно проверять. Что будет, если я мог влайн выбрать, куда он двигает? Что-что? Если я выбрал влайн, куда он двигает? Он никуда не тянется. Вы зайдете, он будет с вами. Или наоборот, еще один. Но будет при этом есть? Да. Нет, не будет. Если вы вышли из игры, то он не будет с ничего. Но у вас опять очень лучше, все требования очень плохие. Да, в играх требования, чтобы все было хорошо. А скоро рулит. На самом деле, я согласен с молодым человеком, разработчиком, поэтому и тестировать невозможно, и в первую очередь разрабатывать невозможно. Как поэтому разработать, чтобы потом тестировали? Я же вам говорю, то есть, вы, допустим, разработчик, вам говорят, сделай нам питомца лепрекона. Ты садишься и думаешь, блин, а как его сделать? А тебе говорят, ну как хочешь, так и сделать. Ты берешь и думаешь, так, он жрет пиво, он не жрет пиво, он бегает за персонажем, он не бегает за персонажем. Так, отлично, мне такой питомец нравится. Вы это все забиваете и приходите ко мне и говорите, ты не тестируй. Все. А что значит, что интересно прогласил вас? Да, да, да. Я бы к вам не пошел тестировал, вы эти программисты. Нет, у программистов чуть попроще, там требования соблюдаются. Это тестировщики, я говорю, что знать, как можно соблюсти требования, а тестировщику иметь, не иметь. Так невозможно. Требования — это один документ, который у программисты, у тестировщиков. Так невозможно, игра-то есть. Ну да. Нет, на самом деле программисты — это более, скажем так, это основа игры, да? То есть у них есть требования, у них все это жестко и, соответственно, эти требования приходят ко мне в таком же виде. Есть киндизайнеры, которые более придумывают, условно, что-то создают. Они это записывают, но как бы сейчас я с них уже начинаю требовать, точнее, уже даже начала и давно. Я беру с них то, что они себе делают, например, пометки на полях, то есть сделать вот это, вот это, вот это, вот это. И вот это все проверяют. И плюс еще, ну, подойти и спросить, как бы несложно или там где-то написать в задачке или еще что-то. А можно вопрос еще? Да. Вот уточнение требований, которые происходят в процессе тестирования, они где-то фиксируются или это сократные знания, которые умирают вместе с тестировщиками? Нет. Почему они умирают с тестировщиков? Конечно, они сохраняются, и я вам, в принципе, дам документ, который потом сможете посмотреть, как выглядит то, что делает тестировщик. Да. Добавил вопросик. Вот сейчас то, что мы видим на экране, это действительные требования к Лепрекону? Нет, это просто пример. В игре он тоже есть, он тоже ждет сладости. Но у него список побольше. Да, там список побольше и в разы, да. Это просто попроще для примера. Вы просто сразу бы это сказали, вопросов вы не понимали. Ну да, меньше бы было, кажется. Спасибо. Да. Собственно, мы продаем выкинуть и... вернись. А красотку можно купить? И сколько стоит? Которую вот эту? Да, да, да. Есть такие костюмы. Так, ну, собственно, я думаю, принцип всем понятен. Времени осталось уже довольно мало. Давайте подведем немножко итоги. Чтобы работать в тестировании игр, тестировщику важно иметь некий такой вот порядок, который он должен соблюдать. Во-первых, это не заигрываться. Тестировщики игры, они сами по себе геймеры, но в основном. Они любят свой проект, и когда там запускается какой-то новый ивент, например, там тот же День Патрика, и вам приходят документы на тесты, вы, о, да, сейчас я потестирую, заходите в ивент, начинаете там что-то делать, делаете, тестируете, тестируете, потом такой хоп, два часа проходит, ты такой сидишь, играешь. Ты такой очнулся и думаешь, ой, блин, надо же работать. Нужно уметь отсеивать личное. Это касается пользователей. У нас так получается в проектах, в играх есть такая штука, как онлайн-встречи. И пользователи зачастую знают вас условно в лицо, и они, как бы, ну, с вами знакомы, что ли. Плюс, если вы работаете в играх, то ваши друзья, очень большая вероятность того, что также играют в эту же игру. И если у них там что-то случилось, он к тебе прибегает, «Ирин, блин, вот у меня такая там фигня, слушай, вот это поломалось, вот это мне недоступно, вот давай пофиксишь мне». И ты, в принципе, можешь взять, да, там и написать задание разработчикам, вот возьмите и пофиксите, потому что вот там вот проблема. Но этого делать нельзя. Все пользователи едины, и хоть там мама ваша, хоть там ваш папа, хоть там пользователь мега-реальщик, кто там пользователь, который вообще играет три минуты вашу игру, все должны быть воедино. Но, естественно, если это не мега-критичный баг, который вы учитываете. Тестировщик в играх, помимо того, что должен находить баги, он еще должен предлагать варианты их исправления. То есть, если вы, допустим, тестируете юзабилити, и вам не нравится там кнопка какая-то, вы должны аргументировать, почему она вам не нравится, и предложить вариант, куда ее передвинуть, и почему там будет лучше. Тестировщик должен балансировать между интересами игроков и продуктом. Это самое сложное, это тоже своего рода баланс. Вы должны, получая фидбэк от игроков, типа, «А, вот мне вот это не нравится, сделайте вот это, пофиксите вот это, или сделайте, чтобы это работало не так, вот, а вот так вот». И вы такие думаете, «О, блин, это же клевая идея, это уже в принципе». Но нельзя идти на поводу и думать, что пользователи вот там придумали клевую идею, и ее сразу толкать, чтобы ее сделали. Вам нужно учитывать то, что это может принести убыток проекту. И, соответственно, вы должны как бы с этим сориентироваться. Еще тестировщик должен хранить в голове тысячу вещей. Почему? Потому что вам нужно помнить, какая расходка, с какой расходкой связана, где может быть какой-то баг, как можно это поломать, какая экипировка может быть вдруг доступна раньше, какая позже. Плюс ко всему прочему, вы должны говорить на одном языке с пользователями. Причем не только с пользователями, но и с разработчиками. Потому что, если вы не касаетесь сферы игр, то придя в игровую индустрию, вы можете столкнуться с тем, что вы будете сидеть в офисе и не понимать 80% того, что происходит вокруг. Это свой язык, это свой сленг. Это даже не... Ну, в общем, это сложно. Это нужно тоже знать и учитывать. Собственно, внизу ссылка, это чек-лист как раз по тестированию гоблинов. Можете как раз посмотреть, что делают тестировщики. И, соответственно, можете его скачать с друг бокса. То есть он всем доступен. Там довольно-таки понятно. Там есть тестирование свитков телепортации. Там есть тестирование квестов. Там есть тестирование монстров. Тот же баланс. За сколько там времени они убиваются и прочее, прочее, прочее. Ну, и задания, соответственно, тоже. Ну, собственно, всем спасибо. Как я и обещала, внизу для интересующихся есть ссылка на журнал, где есть информация о кросс-браузерности, кросс-платформности. Ну, собственно, мои контакты, если вдруг кому интересно там что-то узнать или когда-то обратиться. Ну, и, собственно, если еще остались вопросы, я на них постараюсь ответить. Хотя времени уже не так много, но там кофе-брейк, очередная заправка кофе. Да. Скажите, а тесты, они полностью ручные? Я правильно понимаю? Да. То есть, если вы выполняете полностью ручной тест согласно сценарию, если это контролируемое тестирование? И затем вы уже анализируете логи. Да. Да, совершенно верно. А если проблем нету, то эти логи вообще идут в лог? Нет, ну как, все равно нужно посмотреть, что в логах-то творится. То есть, обрабатывается весь объем лог? Ну, не весь, но... Выборочно вы смотрите? Да, выборочно смотрим обязательно. Некоторые моменты. Автоматизировать в играх можно, но это сложно. Во-первых, как я уже говорила, тест баланса, это будет, как вроде бы вы расклонировались на много частей, да? То есть, это ваши боты будут по вашей схеме тестировать одно и то же. Еще в играх тяжело автоматизировать, потому что очень сложно в играх найти какой-то контент, условно костяк, который никогда не изменяется, там, хотя бы полгода. Это очень сложно, потому что в любой игре, допустим, если это бета-тест, она находится в этом бета-тесте может находиться годами. И, соответственно, изменения происходят очень часто. Ну, вам просто нет смысла писать автоматизированный тест, вы проверите это быстрее, чем напишите сам тест. Если вы знаете, что проверять, если у вас есть условно опыт работы со своим проектом и вы его знаете. Тогда получается и требования у вас очень быстро устаревают. Требования, да, очень быстро устаревают, да, совершенно верно. И они не обновляются? Нет, они обновляются, но, да, не то чтобы обновляются, они скорее переделываются полностью. Все, всем спасибо, время закончилось. Я разрешаю этот вопрос. Да. Вот на прошлом слайде было написано, что, вы пока не имеете такой, что запросы от пользователя обрабатывают команды тестирования и решение о том, мерчить или не мерчить запрашивающий продукт тоже принимает команды тестирования. Я правильно понимаю? В основном, да. Но, как бы, могут и другие обрабатывать. А геймдизайнеры, они просто говорят, сделайте нам гоблинов в этом списке. Нет, нет, нет. Геймдизайнеры как раз делают эти гоблиновы, делают этот список. Ага, понятно, спасибо. Геймдизайнер это, условно, разработчик, который генерирует идеи в игре и который создает сам функционал. То есть, он рассчитывает уровень дизайнов, там, дизайн уровней, он рассчитывает на каком ранге репутации вам будет доступен тот же предмет, он рассчитывает, сколько эта репутация будет стоить в деньгах, условно, если вы будете прокачивать. Это все делается геймдизайнерами. У вас вопрос или это просто бутылочка? Нет, бутылочка. Все? Нет еще? У меня такой вопрос, у вас кроме онлайновых игр был еще опыт? Социальные, мобильные, да. Ну и помимо игр тоже были. Да, мы еще. Сюжетные, всякие, одиночные какие-то игры тестировались. Да. А там какая специфика работы требует? Здесь требования, они замешаны там на балансе и замешаны на взаимодействии игроков. А не онлайн? Не онлайн? Не онлайн игры в зависимости от в основном сохранения персонажа, то есть на каком-то этапе либо наоборот продолжение действий в игре, которые, допустим, должны происходить. Ну, допустим, вы там поставили на создание предмета или разработку профессии, условно нажали кнопочку, да, там заплатили какие-то деньги, у вас там 8 часов до готовности. Вы должны зайти через 8 часов и это должно быть готово, например. А не так, что вы зашли и у вас еще 8 часов до готовности. Но это зависит все от типа игры сама. В основном, да. Но в основном все игры, они все равно едины по-своему. В любой игре нужно тестировать баланс. Даже в кубиках передвижения, там, собери три в ряд, например. Спасибо. Все? Уходим на кофе? Всем спасибо еще раз. Спасибо.